Яблоко от яблони далеко падает. Это все пиздеж, пиздеж, вообще пиздеж. Потому что, вот если бы он, сука, ездил по России, смотрел бы на людей, то он бы вообще подумал, что наоборот. Часто бывает так, что яблоко очень далеко от яблони может упасть. И в этом альбоме это история такой провинциальной семьи, достаточно такая стабильная семья. Батя пьет, тиранит, мама работяга. И три сына у них. Один наркуха, такой раскайфовщик, гедонист, который, в общем-то, помер к началу альбома. Второй, это такой диванный аналитик, там Ольга, который пьет водку, смотрит телевизор и жалуется все время на жизнь свою злоебучую. Тем более, там он сам ее себе портит часто и думает, что кто-то какой-то внешний раздражитель виноват. И третий, это такой скромный герой Фома, вот именно, который просто работает на работе, он пожарник, и он спасает жизни ежедневно. И для него это не является чем-то из ряда вон выходящего. То есть, это для него там совершенно даже не подвиг, это для него просто естественное состояние. Выполнять эту тяжелую и зачастую неблагодарную работу. Вот. И меня заинтересовал феномен, потому что Фома, вот, кстати, это реальный человек, это Андрей Фомин, пожарник в городе Котово. У него погоняла Фома. Я помню его еще с детства. Мне вот сейчас 33 года, а я его еще по пиздюкам помнил. Среди, как был какой-то дядя Степа, прям реально, из таких советских этих самых саг героических. И у него в 35 лет голова была вся седая после пожаров, потому что он там попал под какие-то вообще мрачные замесы однажды. И там посидел буквально там что-то за один только вызов какой-то чудовищный. Но он спас очень много народу. Сейчас ему уже так солидно, он уже такой мужичок сгорбленный, уже на пенсии. Он, кстати, дожил на пенсии, вот ему повезло немного. Да, и сейчас он такой же забавный, слегонца смотришь на него, помнишь, как он там ходил на работу. У нас там пожарная часть была буквально через три дома, и он туда все время ходит такой, смешной дядька. Вот. И вот пока вот есть один Фома хотя бы на весь двор, вот такой рядовой герой, то Россия, в общем-то, не опустится в ад кромешный. Это примерно как в фильме у Юрия Быкова «Дурак». Пока вот один такой дурак есть во дворе, то еще не все, значит, не все потеряно. И в этом альбоме мне как раз было интересно вот именно разобрать и вот как вот получается в такой неблагополучной семье благополучный ребенок. Вот. И, естественно, я там не нахожу никакого ответа на этот сложный вопрос, но при этом я радуюсь, что просто такой ребенок появился, и таких очень много, как вот такой Фома. Он совершенно бескорыстно выполняет свою работу и не считает ее подвигом. такую полезную работу. И вот это яблоко, оно очень далеко от яблони упало, так получается. И пока вот такие люди есть, Россия стоит и будет стоять еще тысячелетиями. Вот. Альбом получился мрачный. Мне уже критику высказали, то, что, блядь, нету песен веселых там, вот ни одной. Обычно все альбомы были с веселыми песнями, но на этом альбоме не было ни одной песен, да. Это вам... Ну, я там как бы ответил человеку в интервью, говорю, это вам не Павел Кашин, у которого все песни пропиздублены, да. Это, да, это вам там... Это вам не Розенбаум, у которого все песни там про лютики, допустим, да, и Павел Кашин, у которого все песни пропиздублены. Это серьезный русский рок-альбом, который я записал, и там не может быть вообще никакого намека, мне, на позитивные какие-то вещи, потому что я пою про ту жизнь, которая нас окружает, и я там не собираюсь как-то ее приукрашивать, потому что в дороге я ежедневно встречаюсь с героями, но с этими типажами я ежедневно в плацкартах пересекаюсь, и, в общем-то, я их нежно люблю, несмотря на то, что я так их жестоко достаточно в песнях описываю. Я поэтому всегда делаю оговорку, что я очень люблю персонажей своих песен, потому что считаю, что они абсолютно обычные люди, и, может быть, в какой-то хуевой ситуации с тобой вор последним поделится, с тобой... тебя проститутка спасет, или алкоголик может совершить какой-то подвиг вот наряду вместе с подвигом, который совершил в песне Фома. Вот альбом получился как получился, я его очень давно хотел записать, но все никак было не досуг сделать его таким убедительным, и тут как-то меня как обухом по башке... Значит, я записал два альбома, у меня второй альбом тоже уже готов, но я его решил нихуя не выпускать, потому что там в клипе будет «Жигурда» сниматься. Это очень важная тема, там «Жигурда» будет сниматься в таком глюче, вы его никогда таким, блядь, не увидите, блядь. Потому что Никита Борисович, он на самом деле очень прикольный такой, порядочный, интересный человек, просто у него сейчас проблемы, он сейчас бриллианты отсудил, и не может их забрать в суде, потому что они куда-то делись там из камеры «Вишдоков», он, короче, там сержанта сейчас какого-то обвиняют, блядь, Барширов, там, блядь, его, короче. Там были похищены бриллиантами, но при том сержант, он совершенно ебанутый человек был, он сказал, что это мы широкеры с Марса, блядь, вот похитили, вот, во главе, блядь, с шумозоидом и с доктором Лимбургером, вот. То есть, как бы, и нашли фотороботы, действительно похоже, что мы бриллианты похитили в мыши, блядь, это реальная тема. И сейчас Никита Борисович, он очень сильно переживает, то, что не может забрать свои брюлики обратно, блядь. То он их отсудил уже, теперь года два ему будут их выдавать, вот, поэтому. Я ему позвонил, он вообще не в настроении был, мы хотели клип снимать, я говорю, ну, Борисович, ладно, хуй с ним там, все нормально, снимем клип. И я подумал, а нахуй такой альбом выпускать, в котором нету клипа с Джигурдой. А там такой очень серьезный альбом получится, очень мрачный и в то же время русский, вот. И Джигурда там будет играть главную роль, это будет самый страшный альбом в моей биографии, вот. А там будет всего четыре песни, но они будут просто как яйца, блядь, и серпом по яйцам, и там будет такая вот именно история, что Джигурда. Еще, а в другом клипе будет сниматься такой боец, Али Баба у него погоняла. Вот, ну, я думаю, вы про него слышали. Это такой человек, который живет на улице и дерется просто как Ван Дамм. Вот, реальный такой супергерой из 90-х годов, и вот Али Баба согласился тоже в клипе сниматься. Там будет целая короткометражка, походу, вот именно по новому альбому, и я решил его не выпускать. А Три Сына это такая давняя история, и вот я был рад, что песня Фома дописалась спустя полтора года после начала, и она, в общем-то, получилась, ну, хотя бы примерно такой, как я предполагал. Я сейчас буду потихонечку тоже петь песни, которые я для вас сегодня еще заготовил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова